Более 180 обращений в государственные органы разного уровня, начиная с Харьковской районной администрации и райсовета, куда обращались, президенту, прокуратуру, везде писали. Государственные органы делают вид, что этой проблемой нет. На прошлой неделе приезжал даже наш депутат от нашего округа, Бывоваров Евгений, депутат Верховной Рады. Все они говорят, что вы должны договариваться с карьером, получать какие-то одни подачки в виде машины песка себе во двор, или ремонт окон в школе, вот такое. А глобально этой проблеме никто не говорит, потому что хозяева карьера сидят в Верховной Раде и руководят, кстати, экологическим подкомитетом. Чи можно, раз попросите, все-таки подсумевать, какие вимоги до обл. администрации? Да, мы просим, чтобы они заставили, я еще одно скажу. У нас есть решение суда и апелляционного, который обязал Харьковскую районную администрацию и это предприятие Народпром, создать альтернативную схему движения мимо сел. Они это не выполняют. Сейчас дело находится в исполнительной лице, в исполнительной службе. Мы требуем, чтобы были соблюдены законы Украины у нас в селе. У них есть все документы. Пожалуйста, пусть они только не ездят по селу и соблюдают законный режим работы предприятия. Чтобы не разбывали дорогу? Да. Законно добывали дорогу? Да. В этом году сделан текущий ремонт дороги, было выделено бюджетных средств 122 миллиона. По свежему асфальту ездят эти многотонные автомобили и уже он в некоторых местах продавливается. Вы не против видобутки песка? Нет, мы не можем. Мы же не давали им разрешение. Мы не можем. У них есть разрешение, у них есть бездозвел, ЕОВД. Но они не выполняют то, что у них в этих документах указано. Чтобы они соблюдали законы. У всех кто-то есть представители Верховного Союза? Да, да. Чи какие-то вернания собираетесь передавать? Чи это просто вот такие основные протесты? Да, да. Есть ли у вас какие-то документы, которые вы за них задавали? Нет, нет. Мы им писали, бесполезно. Мы на личный прием просили. Они нас не хотят слышать. Мы им писали. Выдобуток идти в одному карьере, правильно? Да. И заплановлено в другом карьере. Да, и рядом где-то километр или два на расстоянии. Вы и лютого приходили к департам антихоромии. Да, да. Это корпорация Кривниця. Что-то изменилось? Сейчас они готовят документы, песок не добывают. Они готовят разрешительные документы. Тогда ваши требования были так же, чтобы прекратить прагисть через вашу масштабную документу? Да, да. Да, да. А вам известно, как они готовились? Мы только смотрим. У нас информация с сайта психологической службы. И смотрим, практически они получили они или нет. Вы, знаете, тогда перекрывали дорогу еще не было. Ну, да, переходили дорогу на пешеходном переходе. А потом украли эти знаки пешеходный переход. У нас есть видео, кто украл. Есть номера машины, правоохранительные органы, никаких мер не предприняли. Они тогда призупнили проезд правильно? Да, да. Так, января месяца люди выходили на дорогу и сохраняли то, что должно сделать государство. Охраняя легализационную коммуникацию. Они тогда официально уже сплазнив свою ремонт дороги. Да. А не дома они это сделали? Нет. Они, вот, в субботу была встреча с представителями карьера. Они сказали, что будут строить обездную дорогу. Опять же, частично эта дорога будет через село идти. Ваша вимога категорична, так? Это не мое быть через село, это мое быть через... Есть правила дорожного движения. Они не имеют права там ездить. Пусть меняют правила движения тогда. Есть закон. Пусть соблюдают закон. Антон, я рассказывал, что эта дорога так случилась, когда сончились? Да. Да. Что все-таки и почали работать? Ее сделают сейчас, вот, второй месяц ремонтируют. Но это деньги, это дорога, по которой они ездили и ездят. Там, где ездят рейсовые автобусы и все автомобилисты. А свою дорогу они не начинали делать. Они только обещают. Но по этой дороге она тоже проезжает. Конечно. А эта дорога, которая ведет до карьера, так, посреди она не работает. И вы, вот, самая, ну, прицельно, да, вот, 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 особенно, да, вот, ее не знищили, чтобы ее не... Как? Они ж по ней ездят, они ее разбивают. Они едут 11 километров до окружной дороги, несколькими селами. Тороковка, Ольховка и Элитная. Тремя селами. Это единственная дорога, которая соединяет с Харькова. По ней весь транспорт ходит. Остальные дороги, это по грунтовой дороге. Допустим, в такую погоду уже туда не пройдет. Можно еще раз вас же идти и прицелить? Коршунова Ирина. Житель села Сараковка. Житель села Сараковка. Субтитры сделал DimaTorzok